Свой фильм прислал нам мастер, звать его Евгений Кондратов. Так он выглядит. И вот, посмотрите, этот мастер начал заниматься орбитоном или декоративной штукатуркой. И вот его первые, одни из первых работ по оформлению фазада дома. И посмотрите, сколько здесь этот мастер применил техники, направлений в орбитоне. Вот видите, кирпичная стенка, обтянутая сеткой. И вот на таком маленьком отрезке здесь и бревна, и декоративный камень. И опять камень имеет разный формат или как бы разные размеры. И все это совмещено на одной стенке и прекрасно смотрится. И смотрите, вы еще рядом, это зима. Это здесь погодные условия достаточно жесткие. И орбитон прекрасно выдерживает эти нагрузки. Ну, кто досмотрит фильм до конца, там будут очень интересные эскизы, как оформить свой дом. И вот видите, углы дома и фрагменты дверей, окон оформлены вот таким интересным способом. То есть, здесь есть как бы наличник своеобразный. Он сделанный вот как бы таким за счет размера камня. То есть, ну и цветом решено. То есть, заполнение стен такой мелкий камень, назовем его давайте недорогой. А окна, большие, крупные камни, ну, дорогие камни, купленные в определенном там, будем, месте, где работает на карьере каменотесы. Ну, такой вот подход, как вот это все сделать. Ну, и вот видно, что уже снег-зима прервало все это дело. Ну, арбитон выдерживает везде, то есть, даже в зимних временах. Ну, видите, покраска яркая, сочная. И вот, видите, бревна подпорные, они придают такую как бы силу и как бы крепость стенам. Ну, колонны, то есть, есть акцент какой-то на вот эти... Ну, дом не просто поштукатуренный, то есть, целое новое направление, то есть, и колонны, и такие столбы объемные. То есть, можно это все применять, и это прекрасно работает. Так что, вот смотрите, целая, целый вот новый свой взгляд у мастера на оформление дома. Ну, это, видать, какие-то вспомогательные помещения, там это и кухня. Ну, еще, видать, придет время, будет дальше оформляться этот дом. Ну, здесь есть, где разгуляться, можно и двор делать, и заборы делать. Ну, я говорю, приготовил в конце небольшие эскизы, которые можно применять, и они как бы будут подходить к любому стилю. То есть, ну, сказочный стиль позволяет нарушать любые законы архитектуры, которые кто-то придумал до нас уже. Ну, смотрите, такая вот сказочная тема, а это вот такой вот дом, замок. Ну, такой заказ был у меня, тоже эскизы делались, и входные группы. А можно вообще вот такую времяночку сделать, где можно жить. Это я сам не понимаю, что я нарисовал, но вот можно делать вот такие вот усадьбы. Ну, это скромная усадьба под замок, или не знаю под что, вот такие башенки на уголах. Ну, и вот такой вот тоже взгляд на декор. Это баня. Спасибо. Спасибо.